здравствуйте как проверить что мы правильно изучаем python получить уверенный результат у меня часто поступают вопросы совершенно разные я о них расскажу но не в конце по ходу что есть результат под результатом будем понимать когда вы спокойно читаете документацию пишите код ну вот например пример то есть после обучения у вас должен быть примерно такой язык то есть описание в данном случае человек работал с python теперь работает шанга представлен объектами в запяра класса имея свои настройки значение максимальная длина символы текстовых объектов и так далее при вызове данного места человек примерно передается только ссылка и так далее и так далее иными словами профессиональная работа поехали дальше и так хотите писать коз головы хотите иметь такую систему работы с кодом которая позволит писать коз головы хотите разбираться в разных языках программирования свободно читать код вот на этот конкретный вопрос будет ответ прямо сейчас хотите чтобы у вас получилось давайте разбираться что делать конкретно ребят в этом видео по словам конструкция мы будем понимать 4 конструкция языка который существует во всех современных языках программирования которые часто используются функция класс метод экземпляр и так в чем что это за конструкции вот так они выглядят в данном случае это профессиональные конструкции которые взяты с джанга и тога функция таким образом выглядит класс и метод таким образом выглядит экземпляр таким образом выглядит итак поехали дальше от чего зависит успех в освоение пайтерна и любого другого языка от правильно поставленных вопросу именно эта проблема существует у большинства людей которые работают с языком программирования здесь подход и порядок имеет особое значение есть два подхода всего для изучения языкового программирования любая справка языка программирования устроена одинаково впереди идут типы по сути дела когда человек начинает изучать язык по порядку у него мало чего выделяется в конце концов что делается он начинает сомневаться правильно ли я изучаю язык но результат проверить довольно просто я всегда предлагаю своим ученикам проверить результат следующим образом открываем код если мы код читаем значит все нормально если не читаем код значит надо исправлять читать код мало на основании кода надо писать свой код это и есть результат учебы на который вы придете и так какие вопросы мы будем ставить что и в каком порядке изучать в первую очередь я всегда отталкиваюсь от знаний участника то есть сначала я всегда проверяю знания после этого от знаний отталкивать применять эффективный подход и так все это делается следующим образом мы изменяем подход и порядок в чем заключается изменение конкретно представьте что мы выделяем всего четыре конструкции языка все остальное является логикой то есть if else pass и так далее for она работает одинаково со всеми конструкциями во время обучения вы напишите если будете следовать рекомендациям примерно 7000 строк кода пропустите через себя примерно 400 вопросов которые будут касаться всего четырех конструкций это будут знания тотальный теперь конечно у вас возникает вопрос болсуновский ты красиво рассказываешь а получится ли у меня я боюсь у людей присутствует страх а вдруг не получится вдруг что-то ребят смотрите если до сих пор вы просто читали книги смотрели видео и все прочее и у вас не получилось то давайте на чистоту если разобрать четыре конструкции которые есть в python и в других языках программирования и результатом будет что вы сможете писать на любом языке так как все конструкции работают одинаково то почему не получится что надо давайте задать вопрос чтобы получилось порядок то есть я не зря поставил эти конструкции в определенном порядке я всегда начинаю с функциям с функций почему потому что все остальное будет функциональными объектами иными словами все будет работать по одним и тем же принципам поехали дальше что считать результатом правильного изучения давайте представим да вполне нормально каждый сомневается но если мы поставим правильные вопросы вот перед нами функция я вам ставлю задачу где определяю каким образом вы будете изучать то есть даю задание изучать первое второе третье в каком порядке надо изучать вы изучаете вот именно в этом порядке каким образом надо работать вот здесь самое интересное кто-то думает что языку программирования надо уделять три часа в день семь часов в день все это неплохо ребят имеет значение понимание и повторяем ну например вы хотите открутить когда-то впервые было вы научились откручивать гайки да там взять и поставить колесо велосипеда имел тот момент не то как долго вы думали а когда вы взяли ключ открутили и поняли что у вас получается вот этот момент ключевой абсолютно тоже работает для языкового программирования смотрите когда мы начинаем работать с конкретным языком и если определен правильный порядок мы четко понимаем чего нам достичь и как проверить например я говорю что вы должны это читать в коде и конечно же я даю задание и здесь появляется то разумные комментарии то есть вы начинаете это видеть и сами радуетесь но этого еще мало изучение самой например функции этого мало потому что на самом деле язык намного больше но возьмите посмотрите сейчас на свои пальцы законов программирования как правило меньше чем у вас пальцев на руках например если мы берем эту конструкцию какова же должна быть конкретная конечная цель нашего с вами обучения для того чтобы вы научились читать эту конструкцию в исходном коде для того чтобы вы учились использовать документацию читать профессионально для того чтобы вы совместили документацию и исходный код как только вы зашли в исходный код в данном случае уже по этой строчке кода можно четко сказать что свой код вы будете писать в качестве атрибутов и даже удивляться здесь не надо когда мы заходим на тот же например на документацию где описана эта функция то мы конечно же искренне удивляемся что в примерах именно так и происходит здесь все банально и просто здесь будет действовать закон объекта первого класса всего лишь по сути дела дальше все становится абсолютно понятно все остальное это обслуживающие конструкции вот для этого нам в данном конкретном случае нужно было понять исходный код и понять на основе этого сделать вывод как это применяется уже это применяется прямо здесь ладно поехали дальше не будем отвлекаться итак следующее еще раз пробежимся для того чтобы получилось здесь не работает верю не верю и я закончу мысль которую начал до этого в чем секрет секрет не в том что вы часами изучаете функции а в том что вы определены вопросы которые нужно понять и эти вопросы надо понять зачастую вот последнее общение которое у меня было что парень сказал мне очень хочется изучить язык мне 35 лет и я бы хотел вообще и друг хочет но у друга мало времени так вот ребята я вам рассказываю и другим ребятам например мы изучаем функции перед вами стоят совершенно конкретные вопросы у вас есть каждый день где-то в первой половине дня 20 минут второй половине дня 20 минут третий у вас есть время если взять план обучения можно задание присылать раз в неделю раз в две недели у вас есть например очень мало времени и вы присылаете задание раз в две недели иными словами это время каждый день раз в две недели чтобы набралось хотя бы 30-40 минут за день вы работаете именно над теми вопросами которые заданы задан вопрос разобраться с параметром значит вы разобрались сели поработали сохранили Jupyter ноутбук то есть все сохраняется вернулись в конце концов за две недели происходит осознавание осознание правильно сказать осознание этого вопроса вы начинаете понимать что вы его поняли когда перед вами стоит вопрос что является результатом мы с вами определили первый результат вы должны видеть в коде и дальше мы должны прийти к тому чтобы начать это применять как проверить что вы поняли правильно здесь я всегда рекомендую только один способ берем документацию берем исходный код мы видим что эти мы конструкции читаем и что у нас происходит происходит а вау мы видим это нормально когда-то у меня это произошло очень очень давно когда я увидел строки я позвал жену говорю смотри она говорит ну кавычки да не кавычка а строка наша главная задача в дальнейшем научиться применять знания правильно и так что можно достигнуть сведете язык в единое целое ребят вот здесь важный момент почему у многих не получается когда мы читаем подряд читали читали там начали for читать if а в конце концов куда это все прицепить а в мозгах это нифига не цепляется получается оказывается что а ведь все немножко по-другому например обратите внимание вот мы варим суп да ребят ведь мы представляем результат суп уже сваренный да хотим но представьте себе что мы начинаем рассматривать свеклу как элемент супа ну начинаем полезные свойства начинаем как ее порезать а про суп мы забыли в конце концов мы вообще забудем зачем нам это свекла ничего не сварим но когда у нас стоит задача сварить суп мы просто начинаем рассматривать компоненты основные все очень просто абсолютно то же самое происходит в языке в чем заключается именно мой подход который я уже преподношу с 2015 года уже ну много лет получается да ребят функция класс метод экземпляр это я это одного поле ягоды эти все конструкции работают по одним и тем же законам именно то что вам надо и разобрать и изучить и увидеть в коде все остальное работает с этими конструкциями одинаково абсолютно и все является другое логической логическим продолжением теперь важный момент это и есть то зачем вы пришли учиться или придете учиться ко мне чтобы мы с вами работали с конструкциями кроме них ничего нет в коде промотайте ничего там нет итак ответ зачем вы пришли и придете учиться ребят конструкции функция класс метод экземпляр работает по одним и тем же принципам ребят внимание во всех языках программирования да разная реализация да разный синтезис но именно лакмусовая проверка заключается в следующем если это то что я делаю с классом с функцией с экземпляром работает абсолютно по тому же принципу его вот тут я на правильном пути вот в этом заключается моя задача поставить этих 400 вопросов по ходу чтоб вы прописали код чтобы вы это поняли поехали дальше каким какому результату мы должны стремиться и прийти первая и основная задача это читать исходный код и документацию но никак нельзя представить себе написание кода если мы его не читаем абсолютно логично если мы не знаем букв то мы не сможем читать текст да что во что это должно вылиться свободно осознанно работать с любыми языками программирования ребят вообще я практикую системы работы с несколькими языками то есть когда человек например работает с спайтом а потом берет gs и видит действительно параллели что это все действительно одинаково то для него перестает быть разница каким языком работать ему надо только разобраться в моментах реализации вот это и есть я считаю настоящая профессия программиста который пишет с головы а не копирующих чужой код с полупониманием я ребят вам предлагаю пройти по моей системе обучения получить ясность надо настроиться на 6 месяцев ссылка в описании spb.retout.ru здесь планы о которых я писал можно посмотреть очень недорого два плана которые я рекомендую и которые выбирает большинство людей для тех ребят которые хотят изучать язык программирования но у них мало времени работа дети все прочее ребят там есть прекрасный план за 6 тысяч рублей это прекраснейший план по сути дела в чем это заключается вы получаете вопросы над которыми вы работаете две недели но опять же говорю вы подумайте у вас есть 4 конструкции на самом деле материала не так уж много это называется базой база одинаковая для всех языков если вы две недели делаете следующим образом да вы хотите там в контакте пойти вы хотите фильм посмотреть но вы просто осознайте и решите для себя здесь надо решить самодисциплинироваться что ага я решил пойти там посмотреть в контакте сначала я 20 минут работаю с параметрами например функции отработали моя задача то что сказал Бовсуновский в этом задании получить 300 срок кода и все описать ребят это немаловажный вопрос вот ребята у которых точно получается они все описывают зачем это делать вот смотрите ну хорошо мы решили описывать мы не будем никогда такого результата мы не получим почему потому что а вроде понимаю и пошли дальше вроде понимаю и вот это вроде понимаю оно во всем системы нет когда мы начинаем проходить конструкции начинаем просто следовать рекомендациям с первых дней если сказано что все надо описать выразить словами значит начинает работать правило сначала мы идем от своего кода документации потом работает в обратном порядке когда мы сможем выразить то что мы говорим да это выразить в языке это начинает запоминаться так как все слова в основном тут основных в языке в языках программирования там шесть слов будет у вас все но они будут сочетаться с разными вещами такие слова будут ну чуть больше наверное функция метод класс экземпляр аргументы атрибуты параметры объекты и дальше пошли законы объекты первого класса объекты высшего но их можно опять же если разделить по категориям разделить на пальцах вот это взаимодействие с объектами вам надо будет описывать но мы будем это делать по частям когда вы описали это в функции вы легко это описываете в классе принципиально они будут работать абсолютно одинаково для этого надо задать мне вам примерно 400 вопросов есть второй план у кого такой недорогой у кого больше чуть времени это 12000 то есть вы получаете задания каждую неделю поехали дальше итак теперь смотрите у нас есть всего 4 конструкции 4 конструкции теперь смотрим а я выписал мне очень дорог отзыв Икар Санова когда то он писал я прошел ваши курсы стал быстро все понимать то есть по сути дела мне ничего не пришлось делать человека был очень много книг прочитал очень много видео посмотрел ему единственно не хватало собрать все доедино то есть исходный код и документацию вот он пишет что можно причем го я ничего не переправлял я изучил за два дня абсолютно верно он его не то что изучил он просто знал эти конструкции могу еще добавить что самое главное выучить и понимать программирование и вот изначально надо менять к пониманию и обучению это я уже прокомментировал именно это я вам предлагаю начать с изменения подхода итак что есть главное для того чтобы понять что вы правильно изучаете язык лакмусовую вот эту проверку мы с вами разобрали если та или иная конструкция работает во всех языках для всех языков программирования значит мы на правильном пути моя задача поставить вопрос таким образом чтобы вы это поняли это и есть моя основная цель меня особенно последнее время спрашивают да стоит ли приходить если совсем слабое знание вы знаете что первая первая волна вот этих GPT-чат она уже прошла как оказалось что GPT-чат подает подает вопросы по сути дела объяснение на сленге программиста и по сути дела человек все равно ничего не понимает он да в общем понимает он пытается писать но внутри он понимает что он ничего не понимает с какими людьми вообще я люблю работать моя любимая аудитория это те люди у которых каша в голове с ними проще всего работать потому что есть определенный объем знаний они никуда ребят не денутся они станут свое место что нам необходимо сделать нам необходимо понимать профессионально использовать документацию свободно читать понимать исходный код и третий пункт используя документацию исходный код писать свой код с головы на основе этого в принципе то что я хотел рассказать я рассказал спасибо